Собирайте вещи и на выход. С таким предложением обратились к жильцам бывшего общежития Коксогазового завода и его новые владельцы. Освободить помещение требуют до 1 июля. Люди в отчаянии, идти им некуда. Некоторые проживают здесь более 20 лет и имеют постоянную прописку. Татьяна Торбеева получила место в общежитии год назад от троллейбусного парка. Она рассказывает, что даже перед продажей этого общежития людей все равно заселяли. Деньги с нас взяли, а теперь говорят, до свидания. Идите, ищите, что хотите. То есть люди приехали с вещами. А тут некоторые уже живут по 20 лет. То есть люди такие, которым вообще никуда идти. Они даже местные проживали здесь. Даже прописка есть у людей. Никого в известность не поставили. Ничего. Абсолютно. Общежитие по адресу улицы Гаевского, дом 5 предоставляется помимо сотрудника Московского коксогазового завода, еще и сотрудникам полиции, налоговой и других организаций. Кто новый владелец этого здания, жильцам неизвестно. Продано оно было в начале мая. Люди обращались в районную администрацию, но там не в курсе, что это общежитие выкупили. Когда принесут эти бумаги, они вообще не знают об этом ничего. Я говорю, как земля администрации принадлежит. И вообще, почему общежитие не принадлежит городу? Мария Лаврентьевна, ветеран труда, на коксогазовом заводе отработала 38 лет. Она прописана в этом общежитии, как и еще трое человек. Я, правда, сейчас вот рассчиталась с 30-го числа, со вчерашнего, потому что уже сил нет работать. Ну так, всю жизнь отдать заводу, и человеку даже ничего не предоставить. Ну все они распродали, начиная с ДК, стадионы, и дальше, в этой лавтроле, 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 все распродали. Мы сейчас подыскиваем в городе, в районе аналогичные какие-то общежития, гостиницы, куда будем расселять своих людей, те, кто работает на заводе. Те, кто прописан, это будет решать уже собственницами. Естественно, он права не имеет, их просто так выписать. Пока повезло только тем жильцам, кто имеет отношение к МКГЗ. А остальных, новые хозяева, постепенно выживают из общежития. Периодически отключают воду и газ. И какова дальнейшая судьба жильцов, пока неизвестно. Наталья Вуслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.